здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали и так я вернулась из отпуска отдохнувшая повеселевшая все хорошо все замечательно и скоро у нас 1 апреля вы помните что 1 апреля нужно кого-то разыграть поэтому у нас в магазине можно заполнить фальсификат но что такое фальсификат есть сертификат а есть фальсификат который можно заполнить кому-то написать что-нибудь очень смешное очень веселое и кому-нибудь по почте переслать задарить я думаю это будет довольно таки интересно можете сейчас уже готовить подарки своим близким знакомым мастерам конечно же я думаю вам ну я надеюсь вам эта идея понравится такая первоапрельская шутка вам зайдет ну а мы сегодня как обычно рисуем дизайн ногтей и так что же у нас сегодня происходит сегодня у нас происходит ну вернее это уже происходило конечно давно сегодня у нас происходит только монтаж у меня была ученица ногти делала ученица то есть мы с ней делали повышение квалификации форма квадрат сделали вот такие вот совершенно потрясающие квадраты с дизайном на этом дизайне мы под заморочились разбирали всякие разные интересные нюансы кое-что получилось кое-что не получилось и теперь на этих ногтях нам нужно то что не получилось спрятать ну как обычно все хорошо что мы умеем рисовать поэтому все косяки которые у нас где-то что-то пошло не так мы можем закрасить дизайном я сегодня не буду вдаваться в подробности что же и где пошло не так можете написать свои предположения в комментариях мне будет очень интересно что по вашему мнению у нас не получилось в данном дизайне мы же тем временем развели белую красочку с финишным покрытием сделали вот такой вот полупрозрачный молочный оттенок и этим оттенком вырисовываем подмалевки под наши будущие вензелюхи а сегодня мы будем вензелить вензеля как рисовать вензеля у меня на канале есть подробнейший ролик как набирать краску на кисточку как вести кисточку зачем следить на что обращать внимание что вензель это что-то круглое округлое неровной палки а какие-то округлые элементы что вензель это капелькой тоненький хвостик что вензель мы тянем ставим кисточку нажимаем потом поднимаем вытягиваем из нее тоненькие тоненькое окончание вся эта информация на канале у меня уже есть и если вы ее пропустили не посмотрели зря вы это сделали вернитесь и обязательно посмотрите прям в поисковике набирайте у меня на канале как рисовать вензеля вам сразу же выпадет ролик наверное выпадет по идее должен выпасть и напишите в комментариях если вдруг нет потому что после того как у меня воровали канал у меня какие-то прямые эфиры по пропадали хотя ли не сто процентов есть я недавно под ними комментарии видела по моему должны быть и вензеля но во всяком случае если их не будет то по запросам если будет много обратившихся я этот ролик пересниму ну и собственно говоря мы перекрыли финишным покрытием свои подмалевки и теперь поверх подмалевках вырисовываем вензельные элементы опять же следим за тем чтобы у нас были красивые четкие капельки чтобы капельки были приблизительно одного размера чтобы наши вензеля закручивались по нашим подмалевкам то есть чтобы не было ровных палочек чтобы все это крутилось чтобы все это изгибалась чтобы сохранялась какая-то волна и все это мы зарисовываем на самом деле время выполнения этого дизайна очень маленькая мы буквально потратили ну вот ролик у меня на 9 минут с заставкой здесь я немножечко ускорила видео то есть мы потратили ну минут 12 на 5 пальцев то есть в принципе это по блин 12 на 5 не делится ну давайте будем 15 минут на на 5 пальцев мы потратили то есть три минуты на пальчик да то есть это очень и очень быстро но при там смотрится потрясающе красиво изначально мы рисовали свадебный дизайн да потом мы решили что это все-таки получился зимний дизайн то есть в любом случае меняя ощущение меняя настроение меняя название можно получить разные интерпретации одного и того же дизайна вот давайте устроим в комментариях соцопрос какой же это все-таки дизайн свадебный или новогодний вот и выясним кому как это настроение больше передается мы в конечном итоге решили что все-таки свадебный эти ногти мы делали для оли оля потом мужа своего мучила по поводу того что срочно надо выходить замуж второй раз ну а чё кто ему виноват что у нее свадебные ногти на руках теперь вот в любом случае ну новый год мы не можем второй раз устроить а свадьбу вполне можем поэтому мы решили что все-таки ногти будут свадебные в любом случае вот такими нехитрыми движениями зарисовываем все 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 наши ноготочки и при этом обратите внимание на среднем пальчики я подмалевок сделала таким образом чтобы не закрасить блестки блестки здесь очень красиво их получилось много и я развела подмалевок в боковые стороны дает то есть композиционная его на кончике развела в бока и в конечном итоге когда полностью вся рука была готова вот это вот композиция растянула мне визуально средний пальчик в бока сделала ему клёш если присмотреться то мы увидим что на опиле у нас боковые стороны идеально ровные ничего здесь никаких проблем с этим нет но дизайн визуально порвал нам ноготочек вот сейчас буквально я белые линии еще нарисую вы прям увидите как разъедется наш ноготь в бока поэтому составляя композиционное решение для ваших клиентов обратите внимание еще на такой нюанс что ваш дизайн может визуально изменить и полностью убить во всю архитектуру ваших ногтей для того чтобы все это исправить мы потом перед фотографией добавили в середину еще буквально две тонких линий то есть убрали вот это вот ощущение разъехавшихся в сторонку полосочек и убрали ощущение разъехавшегося в сторонку ноготка что же это доказывает это доказывает то что дизайн ногтей ну не все так просто в дизайне ногтей очень за многими вещами нужно следить нужно продумывать заранее и если даже вы заранее как я думать не умеете или не любите или у вас не получается то думать как исправить сложившуюся сложившуюся ситуацию уже в тот момент когда ее нужно исправлять то есть вы не должны бояться косячить вы должны знать как эти косяки можно исправить мы исправили путем добавления дополнительных линий можно было дополнительно что-то еще там стразы не стразы там ну что угодно можно было туда добавить опять же более вертикальной линии чтобы собрать ноготочек по вертикальной оси в любом случае ногти у нас получились замечательные очень красивые здорово но в живую они выглядят потрясающе красиво потому что белый молочный гель у нас с блестками на кончике у нас горят блесточки все это подсвеченная все это горит как обычно камера нифига не показывает что у нас все горит и сияет в разные стороны мы остались довольны нам все понравилось мы разобрали все 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 наши ошибки все нюансы надеюсь вы для себя что-то новенькое в этом ролике тоже узнали ну например как рисовать вензеля надеюсь вам было полезно надеюсь вам было интересно встретимся с вами в новых уроках на канале подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч пока